Один из самых известных воздержанцев YouTube, Олег, I know. Олег, можешь поздороваться со зрителями? Привет. Сегодня мы будем обсуждать тематику. Как вы видели, я создал недавно шоу, воздержанское шоу, как мини-подкасты, где мы делимся своими мыслями касаемо каких-то подводных камней воздержания и цель. Это поменять, в принципе, свое отношение к порно-сайтам и, в принципе, поменять свою личность изнутри. Я бы хотел и у Олега тоже насчет этого взять определенные советы и дать своей аудитории, так как, я думаю, 80% моей аудитории, она смотрит тебя в том числе. Я думаю, популярный видос. Смотрела, да. Потому что твой канал, как ты говоришь, его удалили. И поэтому сейчас это хорошая такая возможность. И начнем мы, пожалуй, с психологии. Чем, по твоему мнению, отличается психология человека, который смотрит часами порнуху у себя дома, от того, кто уже ознакомился или только начинает ознакомливаться с тематикой воздержания. Слово тебе. Я думаю, как это не совсем связано между собой. Само по себе пристрастие к порнографии, это познание сексуального опыта суррогатным путем, если нет возможности естественным способом познавать сексуальную жизнь. Если нет возможности по каким-то различным причинам, человек смотрит порнографию. Вот. А это не является ли синдромом жертвы и признания себя на социальном дне? Потому что я тебе расскажу пример просто из своей жизни, когда я не мог, то есть не было внутренней уверенности найти девушку, например. Я не мог, да? И сейчас, когда у меня появляются знакомые женщины и я чувствую себя хорошо, но тоже не часто. Суть в чем? Что человек признает свое поражение именно просматривая такие сайты. Он уже принял, что он это сделать не может. Он наедине, грубо говоря, со своей салфеткой, своей рукой и смотрит, как за него это делают другие люди на экране. Ты с этим согласен или нет? Ну, я думаю, его не интересует, кто это делает. Ему важно прежде всего женщина. На социальном уровне, конечно, это, можно сказать, поражение, потому что он не выполнит базовую социальную роль. Поиск партнера, создание семьи. Это, в принципе, да. С точки зрения личных переживаний и личного познания опыта, я считаю, порнография. Ты без порнографии никогда бы не смог бы ознакомиться с тем количеством симпатичных девушек в жизни. Это, в принципе, невозможно. Девушки, я думаю, теряют свою симпатичность именно в реальной жизни, когда я встречаюсь, потому что на своем опыте это было... Порнух, чем симпатичнее, чем в жизни. Я вижу красивую женщину перед собой, но она не вызывает внутреннего голода, потому что, например, определенный промежуток был там с порнухой и анонизмом, и вроде бы жизнь тебе дает подарок. Ты можешь уже сделать то, что ты, например, хотел раньше, то, что ты себе воображал либо смотрел, но не можешь, потому что ты выплескнул кучу психической энергии, и твой мозг, я думаю, с этим все согласятся, что он не различает то, что ты видишь на своем экране от реальной девушки. У тебя прилив дофамина такой же? От любых взрослых. От психологической зрелости. Порнографию вообще нежелательно смотреть людям не до 18, а до возраста психологической зрелости. Возраст психологической зрелости у каждого индивидуально. Тут нельзя каких-то рамок поставить. Вот пока ты не зрелый, это нежелательно смотреть, потому что формирует свое представление, что в жизни так оно есть. А влияет ли опыт человека? Прошу прощения. Как ты зрелый, ты еще можешь это анализировать с точки зрения как там кем-ло какой-то и прочее. То есть и ты себя остановить можешь. А вот когда ты не зрелый, все, там очень печально все будет. А личный опыт человека именно в его окружении, как он вырастал, это может влиять на психологический возраст или это что-то генетическое? Все вместе. Внешние обстоятельства и внутренний опыт. Абсолютно все вместе. А родители, именно ген родителей тоже может влиять на психологию? Влияет, конечно, конечно. Те же самые, я слышал, фетиши, например, у человека и склонности к определенным вещам тоже могут идти либо от отца, либо от матери. Может быть. Это сложный вопрос, на который я однозначно ответить. Но я лично не могу. Предположения складываются. Что-то вот, допустим, у меня в жизни выработалось под воздействием внешних каких-то обстоятельств. Что-то... Ну, конечно, в большей степени многое из того, что мне сейчас нравится, то, что я имею. У меня в детстве это присутствовало. Просто внешний мир, он немного подкорректировал оболочку внешнюю, скажем так. Но содержание, оно осталось. Стремление к этому содержанию. Вот. Угу. А мне кажется, что вот генетическое, именно вот какая-нибудь, любая предрасположенность, что тебе нравится, оно может, в принципе, на протяжении всей жизни человека находиться в себе... А, я об этом и сказал. Я об этом и сказал. Вот допустим, смотри, у меня был в жизни такой момент, на видео я смотрел, мне подарили такое пианино, ну, когда я был ребенком, годика два-три. Я почему-то, когда доходило до определенной мелодии, я сразу плакал. Я сейчас эту мелодию слушаю, мне до сих пор тоже она какая-то неприятная, хотя мне уже 28 лет. Вот, прикинь. Вот такой интересный момент. Что это? Я не могу дать на это ответ. Ну, вот такое... Немосомерная связь определенная, я думаю. У тебя в этот момент была выработка. Ну, допустим, почему мне нравятся фильмы, игры, связанные с какой-то историей, а не Человек-паук, которого я в детстве смотрел? Почему они черепашки-ниндзя? Вот именно исторические моменты. Тоже на эти вопросы я не могу дать ответ. Хотя в детстве я не смотрел исторические моменты. Больше Человека-паука, черепашек-ниндзя и прочего. У тебя внутренние эмоции и влечение больше к этому, чем к тому, например, что у тебя было в детстве. Да. Вот. Это вопрос. Это сложный очень вопрос. Это можно покупаться найти ответ с точки зрения религии, эзотерики, но я лучше сам буду искать ответ на эти вопросы. На самом деле для меня некоторые атеисты, вот в реальности, которые я встречал, могут быть более духовными, хоть они могут даже этого и не осознавать, чем некоторые религиозные люди. То есть это вообще отношения не имеет. Главное то, как ты смотришь, в принципе, я думаю, на эту реальность. Как ты к ней относишься на какие-то вещи и какие эмоции и чувства внутри себя ты испытываешь. Разумеется, я думаю, мысли человека тоже на это могут влиять. И возвращаясь опять-таки к тематике порнографии и восприятия молодого пацана, вот что ты можешь посоветовать молодому парню, который сейчас меня смотрит, который каждый день, например, либо срывается, и он уже этого не хочет делать. То есть он уже ознакомился с тематикой воздержания, у него были определенные плюсы и пользы, как и у нас всех, когда мы с этим всем ознакомились. Сейчас, что ему нужно сделать, чтобы он потерял к этому страсть? Потому что у меня свой опыт, своя причина, у тебя также своя. А ему, как вот ему можно помочь? Ну, во-первых, он на самом деле хочет, просто боится себе в этом признаться. Интересно, он хочет, то есть рептильный мозг хочет, а психологически он это отталкивает. Вот, у него получается какой-то дисбаланс внутри. Пока он гармонию в себе не найдет, он эту проблему не решит. Можно пойти путем, как бы, сидеть, смотреть порнуху до тех пор, пока тебе тошно от этого не станет, но вот в буквальном смысле тебе плохо. Потом со временем, ну, то есть ты уже настолько этим присытишься, что понемногу, понемногу, понемногу тебе это уже будет просто неинтересно. Или создавать такие условия внешние, которые не будут способствовать тому, чтобы ты смотрел порнуху. Но появится другая сторона, ты будешь по бабам бегать. Тут тоже сложный вопрос, кто лучше, порнуха или бабы, потому что бабы тоже множество проблем создают. Как физических болезни разносят и психологических, то же самое. Вот, вот. Тут тоже сложный вопрос, как бы. Я абсолютно с этим согласен. Секунду, секунду, еще и залететь может. Это еще хуже, чем порнуха, смотрите, серьезно говорю. Я тебя понял. Просто у меня, например, своя причина. Я не знаю, кстати, насчет тебя, Олег, я не буду там уточнять сроки воздержания или там вдаваться. Больше двух лет. Больше двух лет. Знаешь, смотри, знаешь, как это у меня произошло? Я вдоволь порнухи насмотрелся, вдоволь потом со своей первой девушкой переебался. Присытился. Да, мне уж точно просто это. Ну, неинтересно абсолютно. Вот. Приспользовался в своем познании, да, грубо говоря? Да, да. И людям, которые сейчас сидят, придергивают, они думают, что это будет вечно. Это вечно не будет. Оно рано или поздно заканчивается. Просто период времени, ну, может десятилетиями длится, но он закончится рано или поздно. Ну, он же к членцам и отвалился времени. Да, но вы много здоровья потратите, чтобы это понять. И чем раньше вы это поймете, тем будет лучше для вас. То есть чувак, который, прикинь, в 15 лет ознакомился с этой тематикой. Молодой и уже пытается это проверять и видит, что это работает. Хоть срывы, наверное, для него будут болезненнее, чем для тебя и для меня, потому что когда психика уже более взрослая, окрепленная, ты по-другому смотришь на какие-то триггеры и провокации в реальности, у того чувака, наверное, это будет все более эмоционально, прям более такими яркими красками и негативные и позитивные эмоции, потому что он созревает, гормоны, все кипит. И у меня, например, сейчас какая причина, что я, в принципе, думаю, все, ну его нахрен на мид. Это не какое-то пресыщение, потому что после всех моих опытов и видеороликов про целебат, я сам грешил, я не буду это отрицать. А сейчас просто я понял, что у меня проблемы именно с эректильной дисфункцией. То есть я, прикинь, нахожу женщину, красавица, прям вот внешне мой стиль. Я сам Милфхантер, грубо говоря, и у меня прям вот видно вроде бы человек готов, нормально с ним общаешься. То есть это не какая-то проститутка, это знакомая твоя. И обидно то, что понимаешь сам внутри из-за просмотра кучи видеороликов того, что ты уже видел, у тебя нету такого желания этим овладеть. Я думаю, если я не полноценный самец, у меня наедине все стоит, а с ней этого не срабатывает, получаются причины, эту вкладку у меня открывать больше нету. Я на эти грабли наступать не хочу, мне это сделало больно, я обжегся. Это не пугает, это по мужской самооценке бьет. У нас у всех рептильный мозг, ты сам сказал. Животное начало это есть. Как бы мы от этого не пытались убегать, мы все так функционируем. То есть и когда твоя рептильная часть... Прошу прощения, перебью. Просто у кого-то... Те, у кого сильно развит рептильный мозг, им порнуха не составляет никакой проблемы. У тебя, возможно, другие отделы головного мозга больше раз... Лигически, я думаю. Да, лигически, эмоционально. Вот я эмоционально вообще глухой нахер. Вот, ну, то есть, у меня вот тоже, мне кажется, рептильная настолько сильно развита, что, что бы я ни делал, мне вообще пофигу. То есть у меня всегда с бабой встают. Вообще всегда. А какие у тебя ценности, вот именно, касаемо в жизни, если мы будем абстрагироваться от твоего сильного рептилоидного, ну, как ты говоришь, мозга? Именно про реальность. Да. Но это можно глобально описать. Я тебе сейчас объясню. Я, мое личное пространство, мое личное познание. Все. Это прям реально рептилоидное. Верно, вроде, чисто в натуре. Я вот, ну, серьезно. И тебе так комфортно существовать? То есть ты... Комфортно. У меня присутствует какая-то часть общего социального, но в данный момент оно как-то спит, наверное. А есть какая-то внутренняя нехватка, какие-то внутренние позывы, что надо сделать то, либо надо сделать это? Я не живу, по принципу, надо и должен. Я 20 лет жил, по принципу, надо, и сейчас я живу так, как я хочу. Не как навязало общество? Именно из своих внутренних убеждений и мыслей? Как я хочу, как мне комфортно, так я и живу. Потому что я 20 лет жил, по принципу, надо, должен. Это я четко, хорошо понял, осознал. Я устал от этого. Потом, когда, возможно, сил наберусь каких-то определенных, может быть, для общества что-то и выдам, но в данный момент нет. Понял тебя. Слушай, Олег, спасибо большое, что сегодня... А можно еще продолжить, если хочешь? Если у тебя есть желание, какие-то мысли дальше... Мне есть желание говорить, мне нравится. Мне нравится говорить, давай продолжаем. Это круто. Ну тогда давай вернемся обратно к рептилоидному мозгу, потому что я как... Вот мы эту тему с чего начали, что... Почему я больше не хочу смотреть порнографию? Почему меня больше туда не тянет? Не из-за того, что, да, девушки там... Когда ты открываешь сайт, смотришь, у тебя на автомате это возбуждение происходит, выбрасывается психическая энергия. Но для реализации в материальном мире, в реальности, я понял такую вещь. Если я самец, я родился с членом, я мужчина, у меня есть животное мое начало. Да, есть социальная составляющая, есть лимбические желания, эмоциональные, но представь себе, чувак, вот я выгляжу, ну, вроде бы не скажешь, что у меня тестостерон низкий по внешнему виду, не хочу выпендриваться, но когда с таким видом у тебя не получается просто девушке доставить удовольствие, ты думаешь, ну, ёкарный театр, но это никуда не годится. Поэтому для меня это уже дало барьер. И у меня, кстати, первый опыт, в принципе, когда я начал тебя смотреть, я помню, в 2019 году, к воздержанию я пришел, я тогда тоже такой же у меня был опыт со взрослой женщиной, и тоже ничего не сработало. Я смотрю, почему у меня наедине срабатывает эрекция, когда я один став с собой, либо смотрю сайты. Быстрый наркотик, потому что. И когда я обратно, именно, как это объяснить-то, вот возвращаюсь к девушке, нету, то есть этой энергии нету. А сколько тебе лет на мете? Сейчас мне 21. Было, ну, 17 в моем первом сексуальном опыте, я помню. И сколько ты вот без порнографии пробовал с девушкой вступать в полуконтакт? В момент, когда я, в принципе, вступал в контакт с девушками в тот период, у меня как раз таки анонизм присутствовал в жизни. А на момент целебата, когда я полностью ушел в тематику воздержания, я в тот момент был первые года во Франции, я толком не говорил на этом языке. Я был немножечко в поисках, грубо говоря, истины, записывал большие монологи. Даже очень мало людей меня смотрело, но я продолжал. Я записывал видосы, я отправлялся в другие страны на учебу. И максимальный срок вообще без сайтов у меня был, ну, около полгода. Но у меня очень сильное вот это вот внутреннее желание, понимаешь? И это не из-за рептилоидного мозга, а как раз таки из-за лимбики. Я думаю, из-за этих эмоциональных чувств и желаний, когда ты кормишь это, большой запрос дофамина идет. И поэтому меня сейчас это максимально отталкивает. Как по мне, эрекция размножения – это самое примитивное, что есть вообще. Вот. И именно для того, чтобы оно работало, необходимо максимально опуститься и стать примитивным. Ты очень хорошо выглядишь, ты выглядишь здоровым человеком. Для того, чтобы, я думаю, у тебя была хорошая эрекция, ты должен себя довести… Ну, то есть у тебя есть лишний вес. Лишний вес – это энергия, топливо. Вот. То есть ты хорошо, ты румяный, у тебя щечки румяные, у тебя волосы хорошие. Не, серьезно. Ты выглядишь здоровым. У здорового человека, у него, вот у здорового животного, у него периоды размножения там два раза в год происходят. Они, естественно, хотят. Это нужно быть больным, чтобы постоянно хотеть секс. Это реально больным нужно быть. Вот. И я больно, я это признаю. Вот. Ну. И именно поэтому у меня проблем с этим никогда не было. Но и… И тут есть огромный недостаток. Здоровье, как бы, страдает существенно. Вот. Потому, если ты посмотришь на людей сексуально зависимых, они, как бы, здоровьем особо не пышут визуально, скажем так, физически. Меня это и пугает. Я поэтому пытаюсь себе ответ задать, что даже если я так выгляжу… Некоторые даже люди, когда смотрят меня в определенные периоды моего канала, я же не могу каждый видос записывать, если у меня был срыв. Ребят, вы знаете, я не удержался, я поддался своим там соблазнам и продолжать вещать. Я либо это не озвучиваю, хотя выгляжу максимально здоровым, потому что я живу с собой… Здорово, очень здорово, очень близко. Нормально питаюсь, тренируюсь. Да, да. Секунду, просто проблема, мне кажется, у тебя то, что ты тоже действуешь по принципу «должен надо». Вот ты думаешь, что ты самец, а самец обязан выполнять определенные действия и чему-то соответствовать. То есть, ну, ты реально, как бы, твое тело, может быть, этого не желает в данный момент, а ты себя заставляешь. Это херово заканчивается. Я хочу получать удовольствие от секса, я никогда не получал, понимаешь? То есть, я с женщинами находился, была возможность, но у меня почему-то в этот момент с таким здоровым видом отключаются половые органы, а наедине все твердое и все работает. В чем суть? Вот почему так происходит, я не могу понять. Сложный вопрос, сложный. Вот, и я вот опять-таки понял, что потому что, ну, мои ощущения были в тот момент, что я был сытый, то есть, что я жопу, когда вижу, ну, там, девушку, что я уже это видел на своем компьютере, на своем телефоне. Это даже не просто ты сексуально сытый. Для того, чтобы была эрекция, необходимо быть голодным физически, именно желудок пустой, голодным психологически и голодным еще по многим параметрам, по очень многим параметрам. Вот тогда будет стояк жесткий. Стояк вот прикинь. Обычно, ну, что такое половой контакт? Это размножение, когда присутствует какая-то опасность для того, чтобы продолжить свое существование. У тебя, говорю, ты не выглядишь человеком, который в опасности находится, ты выглядишь здоровым человеком, у которого все хорошо. и для того, чтобы было постоянное размножение и получение удовольствия. Кстати, там удовольствие сильное в такие моменты. Необходимо такие условия создать, чтобы хуево себя чувствовать и максимально приблизить момент опасности для размножения. Все. Вот. Поэтому я... Смотри, я помню моменты, говорю, когда я, ну, тоже, воздерживался, становился таким здоровеньким, хорошеньким, и эрекция тогда была значительно хуже. Вот когда я там в доту играл, плохо питался, блять, на морозе постоянно был, там просто за секунду бах, все. То есть стояк... Как ты это объясняешь сам себе? А? Как ты себе это объясняешь? Вот ты только что это говорил, что именно при таких условиях, когда ты играешь в доту и плохо питаешься, у тебя, наоборот, видишь, все нормально получается. Да, потому что... Потому что... Ты не сконцентрирован на этом, грубо говоря. Нет, нет. Организм на пределе находится. Я прям реально чувствую, меня колбасит в буквальном смысле. Вот реально колбасит. У меня еще мигрени после этого часа случаются. Ну, то есть предел. Просто предел. Вот. И на пределе... У меня лично, я, конечно, не буду за всех это говорить, но вот у меня лично на пределе желаний стоять прям жесткие. А вот когда я сытый, хороший, и желание вроде бы не особо-то есть. Ну, стояк нормальный, в принципе, но гораздо лучше, когда там все на пределе находится. А вот тогда прям... Когда твой организм, он загнан в стресс. Да, да. Вот ответ на этот вопрос. Абсолютно верно. Потому что это реально, это примитивное занятие. Залонизм. Касаемо когнитивности, я опять таки. Да. На счет вот... У меня нету цели размножаться. Я просто хочу себе поставить галочку. Потому что от секса можно получать удовольствие с любимым человеком для себя. Потому что я устал воспринимать себя именно в прошлом, как анонист, который именно вот смотрел... Забей, забей, забудь об этом. Забудь. Забызанность бывшая моя. Я помню. Ну, или какие-то проблемы со здоровьем, там, и прочее. То есть они за это держатся. Или они держатся за то, что быстро кончают. Или маленький член, или не встанет. Зацикливаются на том, что вообще роли никакой не имеют, я думаю. Да. Я вообще считаю, что бабу удовлетворять не стоит, как бы. Лучше себя удовлетворить с бабой, если есть такая возможность. А то, что баба там вообще... Вот, вот. Это, кстати, именно здравая часть рептилий, я думаю, когда ты мыслишь именно так. И девушки, я думаю, в таком раскладе тебя тоже начинают хотеть. И, думаю, определённо у них желание на таком... Как это объяснить-то? Когда ты не бегаешь за ними, не отдаёшь вот эту вот токсичную энергию, и ты остаёшься самим собой, и при этом ты, как бы, даёшь человеку понять. То есть ты, если будешь с ней, что, например, менять тебя... К сожалению, или к счастью, но мы сейчас живём в то время, когда психологический нейрокортекс социальный играет большую роль, чем примитив... Примитивно тоже. Примитивно тоже играет. Но в силу того, что стоят какие-то моральные барьеры и рамки, оно всё выражается вот именно в просмотре порнохи или там в играх, там бегаем, стреляем друг друга. То есть в жизни это никак не проявляется. Поэтому вот так. Потому что мир обеспечивает тебе. Он тебе всё даёт. Ты голодный? Иди сходи в магазин. Тебе охотиться, что ли, нужно? Можешь пойти в магазин, тебе мамка купит, я не знаю, пирожок там. Или же тёлку хочешь себе найти? Там даже уже не проститука. Ты можешь на любой вкус. Сейчас именно индустрия порнографии тебе предоставляет массу возможностей реализовать свои сексуальные фетиши. И человек думает, а зачем мне, он школьник какой-нибудь, 15-14 летний, идти там, я не знаю, с Машей знакомиться, просто узнать, какие у неё дела. Или там уже даже взрослый мужчина, взрослый человек также думает, а смысл? Зачем? То есть он сексуальную эту энергию погашает. Вроде бы и присытился, но при этом нужно хотя бы оставаться работоспособным, если ты уже в таком положении находишься. То есть неокортекс сейчас так устроен, что люди именно с его сильным развитием, они тебе все условия создали, чтобы ты как бы сам не напрягался. Все условия для потребления есть. И в этот момент у людей, у которых правильный расклад ума, они используют это всё, я думаю, как инструмент, в то время как человек с более примитивным мышлением он будет продолжать это потреблять и заполнять свою внутреннюю пустоту. Примитивный сейчас минус. Сейчас видишь, большое значение деньгам отдают, роскоши и прочее. Примитивные люди этим не обладают, потому что не то время. Сейчас вот интернет, кибер и прочее. Примитивные люди это может два. Мне кажется, есть две каски примитивных людей именно в этом плане, что человек, который, например, не видел ничего, не знаком с современными технологиями, нет у него возможностей. А есть другой, который, например, выбрался, у него там, не знаю, родители богатые. Чувак родился в богатой семье. Ну, там уж не важно, кто ты, как кортик, в принципе. Да. И человек так очень быстро может быть и наркозависимым, и творящим криминалом. Почему? Потому что неокортекс максимально заблокирован. Чуваку нет необходимости идти работать в Макдональдсе, например, либо же там где-то курьером, чтобы что-то проверять себя на прочность, свою дисциплину и внутренние качества развивать. Зачем, если его отец, например, может ему дать бабок, и он этот Макдональд себе может купить. То есть он уже смотрит на все, как на потребление. Я потребитель, я этого хочу. И за исключением, опять-таки, как мы уже и говорили, генетических данных человека, врожденных, и когда есть внутренние позывы, мышление, что думают, что-то мне не хватает, деньги если меня полностью счастливым не сделают, что это не финальное счастье. Ты же видел, сколько богатых людей, например, или успешных солист продиджи. Ты продиджи знаешь, да, наверное? Это продиджи, вздернулись, в окно вышли, там, этих случаев. Почему, по-твоему? У чувака были бабки, он мог себе что угодно купить, куда угодно поехать. Когда человек попробовал все, что он хочет, и у него такие ориентиры ошибочные… Ни хера нету. Да, то и происходит. Вот обычный человек, у него забота, там, семья, деньги, ну, такое все примитивное. Деньги заканчиваются, приходится до бесконечности их зарабатывать, и он так до конца жизни, как в колесе. А есть люди, которые получили деньги, попробовали, они выросли в этой среде и ничего другого не знают. А что делать больше, они тоже не знают. Это все, и заканчивается жизнь. Радости никакой нет. Смысл теряется, вот в чем ты. Смысл своего существования и восприятия. Ну, мы в такой среде живем, как видишь. Благо, сейчас есть интернет, и надо им максимально грамотно пользоваться. То есть выбирать даже ментальное свое окружение, свои рекомендации от того… Да, иногда, конечно, можно покайфовать, завтыкать на какой-нибудь развлекательный контент. Мы все, как бы, не роботы. Можно. Но я говорю больше именно про… Откуда ты потребляешь информацию? Благодаря тому, что у тебя, либо у меня, либо у наших зрителей есть интернет, у нас в доступе, грубо говоря, весь мир. Тебе вот хочется узнать информацию про это? Уже есть готовый видос, какая-то статья, и то, и другое, и пятое, и десятое. И если у тебя есть какие-то желания… Вот духовность, да, почему люди сейчас такое большое значение стали придавать тематике духовности? Опять-таки, это спорная тема может быть, там, и касаемо религии и так далее. Я к этому прикасаться не буду. Именно, когда человек загружает в себя те мысли, благодаря которым он себя хорошо чувствует, какая-то высшая цель у него есть в этом мире. Он, например, сам себе может придумать для своего же блага. У меня есть предназначение. Я в этом мире для чего-то нужен, для того, чтобы что-то создать, чтобы и я себя лучше чувствовал, был как проводник этой самой энергии. И чтобы окружающий мир вокруг меня, при виде моего присутствия, например, чувствовал себя тоже хорошо. То есть, этим самым эта внутренняя энергия, и это твоя лимбика, и твой неокортекс, и рептилия, это все объединяется. И тогда у тебя и здоровье, и ментальный, и мыслительный любой план становится в норме. Так как у тебя лимбика, например, эмоциональная часть, она тоже заполнена тем, что у тебя есть работа. Работа – это предназначение, которое тебе нравится. И также заполнены именно фронты с твоим окружением. То есть, ты объединяешься и за какую-то вот такую вот идею. Если этого нету, если вот за деньгами и твоей властью, каким-то статусом стоит пустота, нету тех самых железнобетонных убеждений, то такой чувак долго не протянет. Либо он суицидится, либо же впадет в депрессию, либо все просрет. Потому что мысли слабые, духа слабый, энергия и стержень. И чувака легко, грубо говоря, пробить. Почему, например, на Кавказе там много таких спортивных ребят и вроде бы не особо-то и богатые. Их с детства вот к этому приучивают, мне кажется. Вот именно к спорту, к дисциплине. Потому что заниматься лучше нечем. Заниматься просто нечем. А почему тогда у чувака, которому заниматься нечем и который богатый, он выбирает вот как раз-таки. Потому что у него есть выбор. И он выбирает быстрое, легкое и сейчас, чем тот, у которого нет выбора. Тот загнан в угол, думает, ну у меня есть из развлечений только спорт. Только, я не знаю, там на ММА пойти, либо в качалку и так далее. И он начинает это развивать и думает, фух, как хорошо, что у меня, например, в 10 лет не было айфона или каких-то вот этих устройств. Потому что мне просто не было бы интересно познавать мир, что-то самому, участвовать. Да не быть просто наблюдателем и потребителем, а быть участником своего же собственного кино. То есть чувак, я не знаю, развивает какие-то свои полезные навыки, свои внутренние какие-то качества, изучает психологию людей, отношения на эту реальность. И все в совокупности создает личность. И, опять-таки, можно в любой момент, я думаю, это поменять. Даже богатые чуваки, у них же такой же мозг, как и у нас с тобой. То есть я имею в виду в плане биологии. То есть у него также есть и рептилоидное, и лимбическое. Нет, у них по-разному, я думаю, по-разному развиты некоторые доли. У психопатов, например, лимбический мозг вообще отсутствует. Вот он минимальный. Он пластичен. Вот в чем дело. Его можно именно менять, если человек сам прикладывает какие-то усилия. То есть люди, например… До 18-ти, ну, в некоторых случаях 20-ти, потом уже… Даже в 30-ти есть такие примеры, которые… И усилия, и эффект не будет таков, как это будет до 18-ти. Эффект будет слабо. Это само собой. Само собой. Потому что молодость. Молодость. У тебя эмоциональный план более сильный. У тебя восприятие как губка. Да, ты гибкий. С возрастом ты каменеешь. И мозг каменеется, и сосуды каменеют. Все в камень превращается. Я думаю, должна быть мега какая-то сильная мысль, именно в этот момент, когда у тебя уже там за 30-40 лет, например, у тебя должна быть настолько сильная мысль, чтобы тебя именно преобразовать, если тебя не устраивает твоё нынешнее положение. Невозможно. А после 30-ти лет уже всё… А как тогда ты объяснишь лечение людей, у них был инсульт, и были практики, когда одна половина мозга училась у другой? То есть чуваки там за 50-60 лет. Я вообще слышал такие вещи, что есть люди, у которых мозга нету, просто какая-то каша, но при этом они социальные функции выполняют нормально. Физически ты имеешь в виду? Каша просто, мозгов нету, каша, жидкость какая-то плавает и всё. Но при этом они… Человек нормально общается… Да, да, у них вообще всё нормально. Загадка, ну я не знаю. Это уже объяснится… И таких достаточно людей, насколько я знаю, в Германии много. Ну и конечно не 50, не 40, не 30%, но 5-10% людей таких есть. Мне вот интересно, если какое-то научное объяснение, что человек рождается с таким мозгом, как жижа. Это от родителей, ты думаешь, может пойти? Не знаю, я не могу это комментировать даже никак. Потому что есть предположения, например, люди, которые занимаются инцестом, что у них потомство больное рождается, которое в сёлах и так далее. И я думаю, вот то, что ты сейчас сказал, там стопулово на генетическом уровне какой-то бардак происходил именно с предками. Но если чувак работоспособен, если он умеет, как ты говоришь, общаться, обмениваться информацией, получается, что для него именно такая… Просто я что хочу сказать. После 30 лет обучения чему-либо, эффективность обучения сокращается на 70-80%. То есть мы даже можем не про мозг говорить, а просто про эффективность тому, чему он научится. Чему сложнее учиться. А если особенно учиться таким вещам, как мировоззрение, взгляды, это ещё сложнее. Из него можно сделать какого-то рабочего, какого-то специалиста в чём-то. Но чтобы изменить мировоззрение, это почти невозможно. Вот, что я хочу сказать. То есть ты думаешь, если человек, например, до 18 лет именно создаёт свою базу, и потом после этого уже всю свою жизнь с этим живёт? То есть это больше так работает? Ну, оно замедляется. Можно потом что-то менять, но оно замедляется, замедляется, замедляется. И то, что ты 30 приблизительно получил, плюс-минус, там у каждого по-разному, там 5-5 лет плюс-минус, то и будет. Всё. Ещё логически это объясняется тем, что даже выработка собственного, например, у парней тестостерона после 25 лет, оно не такое активное, как и в период с полового созревания. И в тридцатку, в сорокетку у тебя уже нету той самой, наверное, такого количества энергии, ты уже более такой, да, повидавший, и в зависимости опять-таки от образа жизни. Вот интересный вопрос, да? Что заставляет человека действовать? Взгляды, которые тем самым формируют выработку гормонов для того, чтобы тело действовало? Или гормоны, которые вырабатываются и формируют взгляды? Вот это интересный вопрос для меня. У осознанного человека взгляды, у неосознанного гормоны. Ну, это как вопрос, что первично, бытие или сознание? Тут более проще, я думаю, на самом деле. Намного проще. Что формирует бытие в сознании или сознание формирует бытие? Вопрос извечен. Я думаю, 50 на 50, вот у меня лично. Гормоны, они напрямую влияют на наше сознание, но у нас есть такая функция, видишь, мы можем изучать, то есть мы отдаем себе отчет, мы не как только животные. Животные, например, у кошек, да, или у собак, у них есть и рептилоидный мозг, и лимбический отчасти. У тебя же кошка, либо собака могут любить, ты их гладишь. Есть эмоциональные проявляющие, то есть они хотят быть, например, с тобой рядом, внимание. Это лимбика и рептилоидный мозг. Если мы будем уже говорить про человека, неокортекс, то, что мы обсуждали, уже третья часть появляется. У животных оно тоже есть. Смотря опять-таки, например, если мы будем говорить про рептилии и насекомых, там только... там только идет именно рептилоидная часть выживания, и, например, паучок элементарный. Он может всю жизнь... Это не животные, это так. Насекомые, да, опять-таки, пример привожу, что паук, который с тобой вырастает, ты думаешь, всю жизнь со мной мой Гоша живет, он, наверное, меня любит. Да ни хрена он тебя не любит. У него нет как раз-таки в его мозгу именно вот эмоциональных проявляющих. Там только инстинкт самосохранения. Так же, как у животных. Ну смотри, у муравьев есть неокортекс. У муравьев? Да. Интересно, как он туда поместился вообще? Неокортекс, он же отвечает за социальное взаимодействие. Исключительно. А у меня они муравейниками живут. Ну то, что они структурированы вместе постоянно, что-то... Да, да, да. Я думаю, у них лимбическая какая-то есть. То есть, если один муравей испытывает, допустим, какие-то эмоции, его убивают, другой муравей почувствует, и он побежит к нему на помощь. Думаешь, даже между подвидами насекомых есть разница, например, между тем же муравьем и тараканом? Ну, пауки не знают, там хер знают. Они ж не живут в стаями какими-то, они не знают. Но муравьи точно, муравьи и пчелы обязательно. Понял. На самом деле, лимбика, да, она доминирует, мне кажется, сейчас вообще над всеми. Особенно над людьми. То есть, даже люди, которые нас сейчас смотрят, они хотят получить определенную эмоцию, может быть, истину для себя открыть, что-то узнать, получить позитивные эмоции, вот эту мотивацию. А мотивацию и переживание. Получить вот этот дофамин, вот это вот, что вау, что-то чувак мне рассказал. И как раз таки эта лимбика, она не должна доминировать. Доминировать должен, мне кажется, аналитический склад ума, но с максимально объективным подходом. То есть, когда ты себе отдаешь отчет, если я в депрессии... Чисто робот, который рационально смотрит на все и... Я бы не сказал, потому что, если я, например... У меня, может быть, одна и та же ситуация. Я, например, вот, просто два разных амита, но в одной и той же ситуации. Чувак, который себя издрачил, которому плохо, который пересмотрел, у которого внутренняя апатия и тревога, и другой, который чувствует себя уже нормально на плане тестостерона и в плане, там, мотивации внутренней, который себя ограничивал. Я смотрю, что жизнь не поменялась вовне, но я поменялся внутренне. То есть, я осознанно вижу свои гормоны. То есть, вот, тестостерон у меня заниженный, поэтому сейчас у меня тревога, либо какие-то страхи. И я решаю что? Я решаю его искусственно поднимать. Мы же знаем с тобой, что вот качалка, то же самое, смысл нам качаться. Это искусственное тоже давление на организм или, там, как-то себя специально закалять. Зачем тебе специально осознанно идти в холодный душ, если у тебя есть все комфортные условия? Почему ты искусственно себя в стресс гоняешь? Как раз таки для этого. Потому что человек предполагает, что ему в будущем это пригодится. Вот, именно. И оно пригождается. Вот что самое крутое, что я заметил на себе, что когда ты искусственно себе создаешь условия стрессовые, даже когда у тебя все есть. Это хороший ключ, кстати, будет. Ты осознаешь, что как я могу по-разному смотреть на эту реальность в зависимости от состояния своих гормонов. То есть, если посмотри на человека, у которого пролактин, женские гормоны и кортизол, все завышено. И от тестостерона там и следа нету. Как он будет относиться к реальности? И его же просто поместите в стрессовую среду, чтобы он там, я не знаю, должен был сражаться за свою свободу, грубо говоря. Через три-четыре недели это будет другой человек. Там именно как... Тут же все равно не логика работает, не аналитический ум, а чисто лимбика. Все равно ты... Потому что его насильно, но если человек сам предлагает усилия. Ты ощущениями это все познаешь, чувствами того, что происходит, и лимбический мозг работает. Вот. Аналитически это просто холод, там даже никаких чувств нету. Я даже... Мне даже сложно представить, каково это. Ведь глаза это тоже органы чувств. Ты когда смотришь что-то... Это химия то, что ты видишь, да? Да, да, и слышишь, и слышишь тоже. Это чисто лимбика. Мне сложно, конечно, представить, каково это чистое сознание, когда ты просто... Ну, мне сложно это представить. Так я тоже не могу так жить. Это был просто пример, что ты на себя осознанно смотришь. В том плане, что когда ты сам смотришь на себя и осознаешь себя в прошлом, свои реакции, которые ты раньше делал, я не говорю, что эмоциональную часть нужно отключить. Наоборот, для меня, вот то, что мы говорили, лимбика, она доминирует в моей жизни. Я живу чувствами, я живу своими именно внутренними позывами. Я вот хочу, например, видос записать, мне вот сам на свои чувства опираясь, я это сделаю. Если этого нету, я могу там, я не знаю, часами в доту сидеть, например, тоже играть, либо же... Ты нормальный секс, кстати, часами после доты? В зависимости, как я катку свою провел, если у меня... Ну, вот у меня такая особенность. Вне зависимости я очень сильно устаю психологически, прям пиздец. Ни от чего другого я так не устаю. То есть, эмоции я получаю сильные. Сильные, вот допустим, после дота у меня прям реально огненное дыхание. Я дышу прям, ну, оно горячее. Все, если мы убираем это, такой холодный становлюсь такой, ну вот, все. У меня это первые две-три минуты после катки происходит. То есть, я поиграл... Три минуты? А у меня часа четыре-пять. Я даже прийти могу посраться с кем-то. Вот оскорбление, ты знаешь, вот такая вот накаленная обстановка, и ты проиграл еще эту игру, последняя, не знаю, час ночи, например, может быть. И я пять минут буквально прошло, я не знаю, там, пошел музыку включил, помедитировал или там что-то почитал, отвлекся. Опа! Все, я опять встрою, я опять нормальный. И это, кстати, странно. Люди, которые меня именно через доту, а не через ютуб, знают, они... Я понимаю, это так, как это возможно. Да, потому что я в этот момент, да, я хочу свои рептилии дать выход именно в доте. Я хочу там именно в этом поиграть. И мне даже не хочется, чтобы меня кто-то узнавал именно, что я там с ютуба. Я хочу просто почилить. И я в этот момент, да, я кайфую. То есть, я даю эту психическую энергию своему мозгу. И потом чувствую себя нормально. То есть, у меня нет такого, чтобы я был прям... У тебя были какие-то экстремальные моменты в жизни, когда тебя убить хотели или что-то такое? Или там что-то смертельное было? Да. В этот момент ты можешь попробовать описать то, что происходило? Ты думал, чувствовал или что происходило? У меня, ну, ты знаешь о такой чакре, я думаю, да? Вот просто если мы абстрагируемся на энергоцентре, я сейчас подведу к этому. То есть, я помню одну из ситуаций, которая, например, в этом году произошла. Я сцепился с одним чуваком. Он был старше меня лет на семь, на восемь. И я в тот момент был ментально нестабилен. И у меня еще кишечник был больной. То есть, я выглядел абсолютно не так, как сейчас. И ментальное, психическое состояние, оно было не в особо хорошем состоянии. И в какой-то момент просто вот, если как... Я даже не помню, я тебе не могу сейчас полностью все это описать. Это было в начале этого года. Одно за другое на слово на пятое. И я вижу, что человек напротив меня, ну, он ебнутый, понимаешь? То есть, там у меня сразу вот включается вот именно в отделе инстинкт самосохранения. Но при этом как бы нету страха от угрозы. Я вот не знаю, как это описать. Что у меня нету страха там получить какие-то удары. У меня нету страха там быть побитым. Я ненавижу именно устраивать словесный срач. Именно вживую я это ненавижу делать. Кого-то там перекричать, на кого-то наехать. Хоть я уже потом успешно у меня это получалось сделать. То есть, да, проявлять эту энергию. Но всегда найдется рыбка покрупнее, понимаешь? К чему я веду? Каким бы ты бородатым, накачанным не был, всегда найдется тот, кто тебя может приземлить. Поэтому я с этим больше не играю, не шучу. И я воспринимаю все эти ситуации как ценный опыт, когда я встретил чувака. И если я в этот момент, у меня яиц не хватило, там так же бы кануть. Или наоборот, уже потом яйца хватили, чтобы ответить и осадить его. Я это потом анализирую, сажусь и думаю, обалдеть. Через что только ты в своей жизни не проходил. Именно в этот момент критический. Ты что-то испытывал или что происходило? Мне вот интересно понять. Больше я сразу превращаюсь именно в самый такой неуязвимый режим. Режим наблюдателя. Я просто смотрю на ситуацию. Да? Понял, понял. У меня просто совсем другое. Вот допустим, когда меня убить два раза хотели. И в этот момент, это как сон становится. Я просто, я вообще, мозг отключается, чувство отключается. Оно само, тело само просто делает. И потом, когда я, ну, это все закончилось, я починю что-то. Анализируешь это все потом, когда приходишь к шагу? Я даже не могу это вспомнить. Оно как будто, говорю, как сон, который забылся. Вот. Это, кстати, очень хорошая вещь у тебя. Да, да, хорошая. В морду дал, а потом я так вот очень плохо вспоминаю, что вообще произошло. И в этот момент, хотя там ни боли, вообще ничего нет абсолютно. У меня ничего не болит. Вот, допустим, если болело там колено, да. В этот момент ничего не болит. Реакция такая, что, мне кажется, я пульс могу просто увидеть. Вот. Это адреналин, норадреналин. Они тебя делают быстрее, сильнее, но тупее. Понимаешь? То есть это просто вырабатывает. Я не знаю, что это, но вот мне интересно было, как это у тебя происходит. Да, но это выработка как раз-таки именно норадреналина и адреналин. Но я в этот момент, ты же не будешь отдавать отчет. У меня в этот момент вырабатываются гормоны. Я просто именно сам, я помню отчетливо именно критичные такие ситуации. Я из-за этого и ненавижу конфликты, потому что у меня, в отличие от тебя, у тебя это, как ты мне сказал, как сон. То есть ты не помнишь особо детали. И, скорее всего, вряд ли будешь думать и анализировать об этом потом. Вообще не думаю. Это, знаешь, что, допустим, когда кино смотришь, какие-то драки там, ты анализируешь там, где аж репка, чего не проявляется. А тут вообще ничего. Просто выключается все. И как сон становится. Ну, у тебя рептилия сильная, я думаю, поэтому. А как раз таки я, как лимбичный человек, именно вот с другого конца, у меня максимально по-другому. И я поэтому ненавижу конфликтные ситуации. Потому что в момент конфликта... Я тоже не очень люблю. Но если они происходят... Ты их ненавидишь, мне кажется, из-за настоящего момента здесь и сейчас. Потому что это может быть угроза либо физике, либо еще какому-то там составляющему. А я из-за своих мыслей потом. То есть мне насрать в момент конфликта. Но после, там, пары недель, либо пару дней, сама мысль, что мне надо было так ответить, либо так проанализировать, это как раз таки лимбика, которая тебя по всем фронтам и долбит. И поэтому, да, иметь лимбичный мозг всегда хорошо. Я понял. Я, может быть, такие ситуации не люблю, но я их постоянно провоцирую. Кто в огород залезал кого-то, что-то спичит. Ну реально, то есть я понимаю, что это хуйня, но оно по всему происходит постоянно. Это твоя внутренняя ящерица, которая хочет. Она там и доминирует. Ну слушай, когда у тебя как раз таки вот это все, что ты говоришь, развито на максимальном плане, ты наоборот, как будто у тебя бывают внутренние желания испытать вот этот нор адреналина и вот этот драйв, понимаешь? Я, кстати, в доту по этому играю, потому что в жизни я не могу этого испытать. Потому что, ну, у меня, ну, я ж не только вот эта вот рептильная часть развита. Я понимаю, что если пойду в морду кому-то там, блять, в камеру... Средствия в реальной жизни, разумеется. Проблем, проблем будет больше, чем я испытаю эмоции от этого, вот. Угу. Я просто поразовался. Именно поэтому он будет в доту и там поебашится. Вот. А для тебя дота такой же вред может нести, как и порнография, скажем? Или же это вообще можно не сравнить? Нет, смотри, если мы рассматриваем порнографию мастурбации, это вообще хуже некуда. Если мы рассматриваем просто порнографию, меня она особо не интересует. Ее, если рассматривать, то как стимуляторы, как возбуждение. Если чувствуешь, что у меня процесс тормозящий, у меня бывает такое, что я действия важные выполняю, ну, то есть, торможение происходит, и начинает засыпать. Вот тогда модно кто-то там в доту поиграть, или там кто-то возбуждает. Искусственно выживать вот это вот. Да, естественная полимность в этом, важная. Какой капец цепи? Пью, но она, наверное, не действует вообще никак абсолютно. Я могу много выпить, и мне... Мне, ну, и по вкусу не нравится, и по иксерке ничего. Я, кажется, сейчас уже начинаю замечать, вот люди, которые, ну, именно, опять-таки, мы к лимбике и к репсилоидному мозгу возвращаемся, которые почему-то обладают более эмоциональным планом, более сильным, на них кофе почему-то работает. Я вот могу две-три чашки выпить, и я могу и в доту, и в видос, и покачаться, меня прет. Вот, а чувак, который более, можно, если это называть, приземленный, только более такой, да, у нас, который не витает в облаках и особо чувством такой энергии не отдает, он... Эмпатия очень слабо развита, очень. Я вот, допустим, даже когда в компании все веселятся, я так стою, думаю, что тут такого, я вообще не понимаю. Во-первых, реально. Пиздец. Вот единственное, что я могу, когда мне лично человек улыбается, и то это не часто, я тоже вот это улыбнусь искренне, но это не часто происходит. Это редко. Это филинг, да, если вот чувствуешь человека напротив тебя, и ты прекрасно понимаешь, если этот человек искренний с тобой напротив тебя, либо нет, это абсолютно нормально. То есть ты мне сейчас создаешь впечатление такого человека, у которого именно нервная система стала более крепкой, в том плане, что как раз-таки этот же рептилоидный мозг, он тебе и обеспечивает, комфортно себя чувствует, и эмоциональный план стабильный, в том плане, что у тебя не бывает каких-то, скажем, загонов, как у моих зрителей, которые о себе там... Я тоже таким же раньше был. Раньше? Когда у тебя были скачки гормонов, когда ты только, наверное, вырастал, скорее всего, в этот момент? Ну, я тоже достаточно эмоциональным человеком был, и по всей кохе не парился. Я в больнице ходил, блядь, анализы сдавал, болезни какие-то искал, а сейчас мне похуй стало, я не боюсь что-то. Все. То же самое. У меня есть болезни какие-то, я болею, и я нормально к этому отношусь, ничего плохого в этом не вижу. Вот. У меня, кстати, да, надо договориться. Я не справюсь, не справюсь там соответствовать чему-то там, и так далее. И чего-то взорву, все, и пух. У меня в 2022 году, именно зимой, случился, я не знаю, слышал ли про такую болезнь, язвенный колит. Что-то знакомое? Ну, грубо говоря, это кишечник, который, ну, стенки кишечника, были жесткие проблемы у меня с этим. Ну, как крон, типа крона. То есть это хроническая болезнь кишечника, как мне врачи сказали, что это амид, у тебя хроническое заболевание. Я сейчас тебе к теме подведу. У меня это от чего начало складываться, вот эта болезнь. Я помню, что я набрал очень много лишнего веса. Я весил 72 килограмма, для своего маленького роста это было до хрена. Сейчас я вешу 60. У меня и пресс. Ну, я для себя сейчас более-менее в норме. Там я уже пережрал конкретно. И я набрал и думаю, пора худеть. Но так как я долбанный максималист, я заказал одно тюрьмо. Я уже не вспомню, как оно называлось. Какие-то капсулы. Думаю, вот сейчас, если буду их пить, точно похудею. И при этом ничего не жрал в течение дня. И в итоге раздолбашил себе свой кишечник. Потом, представь, просто за неделю потерять 10 килограмм. Вот. И я это все просрал. Мне было максимально плохо. Я вырвал и... Это спровоцировало. Понос, не то слово. Очень хреново было. Максимально. И я потом начал читать очень много про эту болезнь. И про, в принципе, что это не только. То есть у меня была такая ситуация в жизни, когда я постоянно впадал в стресс. Когда мне постоянно жизнь провоцировала угроза. Вот адреналин именно вырабатывался. Не норадреналин, а стресс. Я это все испытывал. Моя неокрепшая психика и долбашила, и долбашила, и долбашила. И потом, уже потом, когда я вышел в начале 23 года вот этой зимой, я отправился на учебу аниматором. Я начал там просто общаться с людьми. Я перестал даже пить таблетки, которые мне выписал мой врач. Там гастролог якобы самый крутой во Франции. Он тебе говорит, что вот это тебе вылечит твой кишечник. У тебя это пройдет. Принимай пару месяцев. Ноль эффектов. Только хуже становилось. Я просто пошел, начал общаться с людьми. Начал просто нормально питаться. И мне, кстати, мясо. Я раньше пробовал быть и вегетарианцем, и веганом. Вот для моего организма мясо в самый раз. То есть я начал есть там стейки те же самые. И я смотрю, у меня кишечник укрепляется, и внутреннее состояние тоже намного лучше стало. То есть я думал, блин, все хроническое, что надо делать, как это лечить. Акцентировал внимание. И чтоб ты понимал, кишечник, он на сексуальных энергоцентрах находит. То есть это внизу, вот это вся, наш эмоциональный план, грубо говоря, это наша вторая нервная система. Вот наши половые органы и область кишечника. Даже если человека ударить туда, вот я слышал такое, что чувак просто пару, три дня после сильного удара в эту область не сможет даже двигаться. Потому что там реально, там все связано. Это нервная система. Ну это очень удар, сильно должно быть. Неждануть надо, чтоб чувак не был готов, чтоб пресс тоже был слабый. То есть если эта часть сама ослаблена, и чувак не готов, то есть, да? Да, автоматически не отрабатывает. Нежданом, я не думаю. Это именно когда тебя ударили. Нервная система сама. Ну опять же, от нервной системы зависит. Я знаю, если люди мягкие, по ним реально бьешь, у них ничего не работает. Есть такие. У меня она не работает. И это, у тебя, я видел, пресс вроде бы тоже есть. И то, что человек, когда сухой генетически, я не знаю, ты был генетически сухим или нет изначально. Да, я тоже есть такой генетический. Во, прошлушился. У тебя вон и грудные видно. Не знаю, набираешь ты массу или нет. Я, например, зарабатываю. Это нормально. Да. Если бы у тебя рост был бы метр восемьдесят, да, жестко было. Не-не, мне с таким ростом было бы тяжелее набирать. Это мое преимущество. Мне мой маленький рост поэтому и нравится. Я, кстати, раньше комплексовал. Думал, я маленький, мне тёлки не будут давать. Парился на эту тему. И угадай, что случилось? Как только я забил хрен, я просто харизму свою внутреннюю выработал, мне стало пофиг. Я стал самим собой. У меня и девушка появилась. То есть это как объясняется вообще? То есть у меня начала появляться обратная связь. Потому что внутренняя составляющая, она дохрена влияет на остальные факторы. Просто неприятно с человеком, который идёт как робот, который по какой-то программе ходит, действует. Это видно, это читаемо, это... Да он и не сможет так долго работать. У него же стопудобные чувства есть. Например, почему я, даже когда тренировался, сейчас тебе форму все кое-что покажу. Дайте повъёбываться, ребят, пожалуйста. Да. Я... Ну, особо пресса у меня сейчас, наверное, не видно. Я поджирел. То есть я... Я помню, я был сухой именно... Да, наверное, не видно. Короче, я помню, я был реально сухой этой весной. И сейчас, так как я могу себе позволить немножечко мучного и сладкого... Но не часто, опять-таки. То есть я сегодня, чтоб ты понимал, вообще ничего целый день не ел. А вчера у меня был только один приём пищи. То есть я сейчас даже не акцентирую на этом внимание. Если бы я жил как робот по режиму. То есть, например, надо тренироваться, считать калории. Вот делать то, что я себе написал. Программу какую-то составлять. Я бы сломался. Мне было бы неприятно. Я бы сам свою недоминантность бы чувствовал, что я должен это делать. Мне бы вызвало это отвращение. В то время, когда я хочу, мне по кайфу турник сделать. Либо по кайфу на бицуху там или ноги покачать. Я пойду это сделаю. Или там захотел вкусно поесть. Я это сделаю. Не захотел, поголодал. Опять-таки, если именно ты правильно говоришь насчёт анализа, что бесчувственный такой подход. Либо реально у тебя какая-то часть мозга атрофирована, что ты так смотришь. Либо же ты себя очень сильно заставляешь и у тебя какое-то неправильное убеждение вшито. Вот и всё. Такие вот у меня на этот счёт мысли Олег. Я думаю, что видос получился мега крутым. Не знаю, согласен ли ты со мной или нет на этот счёт. Но мне было очень приятно с тобой пообщаться. Мне тоже, кстати, нравится. Мне бывает такое, что мне начинает нравиться. Я заметил, когда я хотел на 20-е уже вырубить, я смотрю, у тебя азарт уже проснулся. Да, мне бывает такое бывает. Иногда я вообще не хочу говорить, мне прям неинтересно. Но в этот раз интересно было. Вот. Я надеюсь, что нашим зрителям тоже было интересно нас сегодня лицезреть. Спасибо, что вы нас сегодня посмотрели. И мы с вами прощаемся. Всем удачи. Пока.